Это программа «Наше всё». Меня зовут Марина Орлова. Здравствуйте. Как всегда в нашей студии мы обсуждаем самые спорные вопросы о здоровье, развитии и воспитании наших детей. Сегодня мы поговорим о том, стоит ли сохранять брак ради детей. Мы все мечтаем встретить настоящую любовь. Одну на всю жизнь. Но, к сожалению, не у всех это получается. Очень часто любовь проходит и браки распадаются. Мы подаем на развод и начинаем жизнь сначала. Казалось бы, всё очень просто, но ситуация намного усложняется, если у людей, которые собираются расставаться, есть дети. Ведь в данном случае мы в первую очередь думаем не о своём счастье, а о счастье наших детей. И, конечно же, непременным условием этого счастья является наличие любящих мамы и папы и крепкой дружной семьи. Так что же делать? Жить с нелюбимым человеком или же расставаться, невзирая на переживания детей? Попытаемся в этом разобраться. Я хотела бы обратиться к нашему постоянному эксперту, психологу, психотерапевту Европейского реестра Екатерине Владимировне Трофимовой. Здравствуйте, Екатерина Владимировна. Здравствуйте. Как часто к вам обращаются с подобной проблемой, когда люди живут под одной крышей, но понимают, что они уже разные люди, но у них есть дети? Дело в том, что предразводная ситуация – это вообще очень распространённая ситуация. Напрямую вот с таким запросом «сохранять нам брак ради ребёнка или нет» редко кто приходит. Как правило, люди приходят для того, чтобы разобраться с тем, что произошло, и они уже или хотят сохранять отношения, принимая во внимание то, что у них есть дети, или они пришли для того, чтобы мирно разойтись каждый в свою сторону. А вот очень часто приходится сталкиваться с последствиями таких расставаний. И взрослые люди очень часто вспоминают своё детство или свой подростковый период примерно следующим образом. Папа и мама постоянно ссорились. Я уже говорил им «разведитесь, я вас умоляю». Но они говорили, что они сохраняют этот брак ради меня. Я мучился. Лучше бы они развелись. Или другой вариант. Я умолял своих родителей не расставаться. Они сохранили семью. А сейчас я очень жалею о сказанном, потому что моя мать и мой отец глубоко несчастные люди. То есть я сейчас говорю о том, что на самом деле неизвестно, что произошло бы, если бы родители послушались или не послушались ребёнка. Я говорю о том, что ребёнок, который берёт на себя ответственность за сохранение семьи, испытывает сильнейшие и глубокие переживания. И, конечно, родители должны думать о детях, когда у них сложный период. Но они должны думать о детях и о том, как правильно преподнести детям то, что происходит. И они должны думать в первую очередь, если говорят о сохранении семьи, о супружеских отношениях. И уже в связи с этим о том, как ребёнку об этом уже сообщить. О своём решении. То есть чего нельзя категорически делать? Это перекладывать ответственность за сохранение семьи на ребёнка. Не вербально, не словесно, не бессловесно. То есть если они не говорят, что ради тебя мы тут мучаемся и ненавидим друг друга, а просто терпят, тихо плачут в уголке, то всё равно ребёнок это чувствует и переживает. А задаёт ли вам прямо вопросы после того, как рассказали ситуацию, сложившуюся ситуацию в этой семье, дабы переложить ответственность на кого-то другого, задаёт ли вам уже прямо вопрос? Вот как вы считаете, расставаться или всё-таки сохранять брак? Конечно, задаёт, потому что психолог – это тоже способ переложить ответственность за то, что происходит. А происходят вещи серьёзные. Ведь разрушение семьи, оно подобно убийству. Ведь умирает навсегда нечто, созданное коллективом людей, нечто, чего никогда уже не будет. То есть вот это живое, оно уйдёт. И поэтому по ощущениям развод стоит на втором месте после горя и утраты по шкале стрессогенных событий. То есть это почти что утрата. И вот чувство вины за эту утрату настолько велико, что люди действительно начинают искать вину друг в друге. И именно поэтому разводы так болезненно протекают. Именно поэтому каждому кажется, что если другой виноват, это из-за него, из-за неё всё произошло, то тогда вот эта тяжесть, эта ноша будет меньше. И, конечно же, психолога пытаются втянуть тоже в это взаимодействие. Обычно я отвечаю так. Психолог фигура нейтральная. Но так как я семейный психолог, то 51% за семью, а 49% против. Поэтому раз вы здесь, давайте пробовать. Если есть ресурсы у семьи, движение какое-то, мотивация, то будем работать и обязательно будут результаты. Потому что если семья создавалась на любви, я вам точно говорю, её можно раскопать даже в самой сложной ситуации. Ну а если же нет, то мы будем искать способы экологично расстаться для того, чтобы прежде всего и детям, и всем членам семьи было хорошо. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Вопрос к нашим гостям. Может быть, у кого-то есть пример этих ситуаций, когда в семье, может быть, дети, может быть, потом сами родители понимали, что вот лучше было бы всё-таки в тот момент расстаться. Или наоборот, развелись и понимают, что совершили ошибку. Мы вообще сейчас о чём говорим? О том, стоит ли сохранять брак ради детей или не стоит, да? И как-то вот тональность нашего разговора какая-то она такая философски трагичная, вот если честно, да? При этом я думаю, что на самом деле причин, по которым люди вступают в брак, вообще-то очень, ну, огромное количество. Далеко не только любовь. Причём любовь, может быть, иной раз даже не самая лучшая причина для вступления в брак, да? И вот такая любовь там прошла или не прошла, и мы начинаем думать, расставаться нам или не расставаться, и каким-то образом начинаем запариваться по поводу детей. Вот эти все красивые рассказы о том, что вот лучше бы вы развелись, вот мне нравится вообще. Почему? Откуда они вообще берутся, эти рассказы? Потому что есть некое представление сейчас, это вот нынешнее доминирующее представление о личном счастье, о том, что вообще-то люди рождены для того, чтобы быть счастливыми, что само по себе, ну, так себе идея, неоднозначная, да? В современном дискурсе, да, личное счастье поставлено во главу угла. И мы так сильно заморачиваемся по поводу того, счастлив ли я, буду ли я счастлив в этих отношениях, не буду, будут ли счастливы мои дети или не будут, что мы на самом деле уже немножечко попутали реальность, вот просто. Где гарантии, где, вернее, нормальные, я не знаю, ну, не то чтобы исследования, действительно ли мы можем быть уверены, что вот разведись или не разведись наши родители в тот момент, от этого вообще что-то бы зависело. А почему мы не думаем о том, что, в принципе, человеческая жизнь – страдания, как говорят буддисты, да? Почему всё крутится вокруг этих каких-то эфемерных решений относительно счастья? Ну, я ещё могу говорить, но, в принципе, хочется выслушать и других кандидатов. Можно я вот скажу? Да, оппонируйте, пожалуйста. Добайте, да. Хочу сказать, что вообще слово «счастье» не звучало, и мне кажется, Константин гораздо романтичнее, чем хочет показаться. Слово «счастье» чаще всего… Жора, продолжай! Звучало из его уст, чаще всего. Вы, конечно, Екатерина, опытный полемик, не спорю, этот приём мне тоже понравился, но я всё-таки передомжаю. А мы о «счастье» ещё поговорим, Георгий. Да, здравствуйте. Меня зовут Георгий, и я хотел поделиться, на самом деле, не теоретизировать, а рассказать просто о том, как это случилось в моей семье. Мне было 12 лет, и на тот момент я уже видел, что у родителей сложные отношения, в силу того, что отца практически не бывало дома, он в силу своей работы много отсутствовал. И, ну, в воспитании меня и моего брата старшего практически не участвовал, этим занималась мать, за что ей большое спасибо, собственно. Вот. И случилось так, что мой отец впал в игровую зависимость, и в мою семью стали поступать угрозы, в мой адрес просто… Ну, я был тогда ребёнком. И на этой почве родители развелись. И вы знаете, я тогда не понял, что случилось. Я, может быть, и не особо разбирался в этом всём произошедшем. Что же, почему и как мне в этой ситуации было себя вести. Мне было сложнее всего то, что мне не смогли объяснить это. Что же произошло немножко позже, когда мне было уже 14 лет, 15-16, когда я уже познакомился с улицей, когда мне уже стало неинтересно, что моя семья неполноценная. Я сначала этого даже не понимал. И мне хотелось верить, что моя семья абсолютно здоровая, и в ней всё в порядке. Но с точки зрения социальной мы все понимаем, что это было не так. И немножко тяжело сейчас говорить просто. Дальше просто мама вздохнула по-другому. И в нашей семье появился приток новой энергии какой-то. Мы стали жить как-то сочнее, может быть, да, так сказать. Я не знаю, как радужнее, может быть, так. И, собственно, наверное, в нашей ситуации развод был стопроцентным исходом. Привёл к более комфортным. Прямым, да, более комфортным для всех. Ну, вот так это случилось. Но самое, что хотелось бы вывод, какой сделать из всей моей истории, да, из всего моего высказывания, что всё-таки необходимо было разобраться для меня, что же произошло, и чтобы мы сели и поговорили. Вам не хватило того, что родители вам просто не объяснили, не рассказали, не разложили по полочкам, что всё-таки произошло. Да, совершенно верно. И в дальнейшем мне пришлось разбираться в этом самостоятельно. Ну, самое главное, что вы разобрались и сделали выводы. Наверное. Спасибо большое. Я хочу сказать, что вот я говорила про 49% и 51%. А вот есть ситуации, когда 100% психолог скажет, надо расставаться или, по крайней мере, пробовать. Это когда речь идёт о зависимом поведении. Игровая ли это зависимость или какая-либо другая. Здесь, к сожалению, это возможность ему выйти из зависимого поведения, но и прежде всего членам семьи. И мне приходилось сталкиваться с ситуациями, где действительно отцы проигрывали дом и кроватки, и мебель ребёнка. И естественно, что это очень тяжело жить потом с тем, что твой отец проиграл, ну, чуть ли не тебя самого, потому что это близкий человек. Кому верить после этого? Как доверять миру? И приходится делать себя самому, ну, и это, в общем-то, потом и неплохо, но очень тяжело в процессе. Спасибо большое. У меня тоже была такая ситуация, что мои родители развелись, когда я была ещё ребёнком. И как это произошло, что я случайно, вот мне было лет, наверное, 6, узнала, что у моего отца есть молодая девушка, и рассказала об этом своей маме. Ну, потому что я не знала, ну, как мне поступить, и я решила, что это будет правильно. И в итоге они развелись, развод длился несколько лет. И потом всю жизнь, ну, до какого-то определённого момента я думала о том, что это я виновата, что мои родители развелись, потому что не стоило, может, это так выговорить. И всё вот в этом духе. И потом, спустя уже где-то, наверное, только полгода назад, ну, то есть прошло порядка 10 лет с того момента, с развода. И я начала разговаривать с мамой и спрашивать, почему вы всё-таки тогда развелись. И она говорит, типа, ну, потому что это был человек совсем не такой, какого я ожидала. И не потому что это там, например, вы рассказали, что, ну, у меня ещё сестра просто есть, что у отца есть любовница. Это произошло намного раньше. Но до этого у меня родители жили в браке 17 лет. И я думала, мама, вот, ну, сказала ей, почему вы прожили вместе 17 лет, и ты не могла за это время понять, какой он человек. И она начала мне рассказывать, да вот, понимаешь, у нас трое детей, и мы пытались всё это время сначала сохранить свой как-то брак, и мы знали, что он уже был заведомо несчастливый. И я начинала вспоминать, что, когда я была ребёнком, моя мама постоянно плакала. И очень сложно на самом деле видеть слёзы своей матери. Вот. И в конечном итоге я поняла, что это, ну, не из-за меня произошло. И моя мама недавно вышла замуж ещё раз, второй раз. И я поняла, что в таких ситуациях, ну, лучше не стоит сохранить брак ради детей, потому что сейчас свою счастливую замужнюю маму, вот, видите, намного лучше, чем в тот момент. Ну, то есть это совершенно два разных человека были. И с папой вы тоже видитесь? Ну, с папой намного меньше на самом деле, он просто очень много работает. Ну, я, по крайней мере, хочу так думать, надеюсь. Друзья, в нашей студии присутствует ещё один эксперт, практикующий психолог Оксана Вячеславовна Никитченко. Здравствуйте, Оксана Вячеславовна. Знаете, какой вопрос у меня сейчас назрел к вам? Когда родители... Вот мы сейчас только что слышали несколько примеров, действительно реальных примеров из жизни. Когда родители не объясняют своим детям, что происходит? Я тоже много раз слышала о ситуации, когда ребёнок не понимает, что произошло. Более того, родители не хотят ему это объяснить. И когда взрослый человек у взрослого спрашивает и говорит, ну, почему ты не объяснишь своему ребёнку? Она говорит, я же должна сказать правду. Вот такая тоже ситуация не очень понятная. Сказать правду, и всё-таки и солгать не хочется. Правда может быть такой, что ребёнку её озвучить очень сложно. Но всё-таки вот это молчание, когда родители выбирают, правильно ли они поступают? Да, Марин, я поняла вопрос. Но это такая позиция ухода, инфантильная такая позиция уйти от этого разговора, потому как это болезненно, и родитель лишний раз не хочет своему ребёнку причинить боль. Вот. Но взрослые забывают, что дети, они по своей натуре гораздо чувствительнее взрослых. И всё то, что им кажется, они скрывают, дети уже давным-давно всё узнали и понимают, и имеют на то свои какие-то взгляды. Вот. И, безусловно, родитель должен взять ответственность за свою семью и за то, что происходит с его детьми, в свои руки и понять, что, поддерживая контакт с ребёнком, он облегчает, он разделяет с ним. А отодвигая его на задние позиции, это происходит для ребёнка бессознательно, он воспринимает, ну, как отсоединение. На примере последней истории 10 лет ребёнку приходилось жить в своём мире, то есть какие-то свои иллюзии. У родителей изначально были свои иллюзии по поводу друг друга, они увидели, что иллюзии эти разрушены и жили в своём мире. У детей в это время формируются свои иллюзии, и каждый находится в своём каком-то замкнутом мире со своей болью. И, безусловно, вот этот вот жёсткий прорыв, что человек живёт много лет с ощущением того, что есть его вина в разводе родителей, потому что он сказал, что видел там папу с какой-то другой девушкой, и вот эти вот 10 лет, они могут внести свой вклад в формирование личности. Ну, развода у нас, по крайней мере, в семье это было очень долго. У нас осталась, получается, мама одна с тремя детьми, вот, и две очень маленькие мы были с сестрой, и одна чуть постарше. И, ну, у нас в тот момент именно так и произошло, что пропал диалог, потому что мама очень много работала, отца, ну, его практически вообще не было в нашей жизни. И, ну, это просто получилось так вследствие, ну, вот этого всего. Но в конечном итоге вот всё нормализовалось, когда мы стали только чуть постарше, и мама смогла нам это объяснить. Самое главное, что сейчас мама счастлива. Это самое главное. Сейчас мы как-то, ну, я не против, на самом деле, человека лично. Я понимаю история личная, всё такое, где-то переживания. И вот человек думал 10 лет, что он виноват, а сейчас оказывается, что нет, да? Вот так хотите сказать? А вот интересно, а можно ли считать, что она внесла свою лепту в развод родителей? Знаете, пословицу такую русскую доносчику, первый кнут, слышали про такое? Так вот, этот человек на самом деле виноват. Он не виноват в целом, что у родителей было всё плохо. Он не виноват в целом, что родители в итоге развелись. Когда мы говорим об ответственности ребёнка за счастье родителей или несчастье родителей, во-первых, я призываю к следующему, давайте не будем из наших детей делать дебилов. Вот просто, для начала. Во-вторых, если ребёнку 3 или 4 года, конечно, ему очень сложно объяснить, почему мама, ну там, не знаю, разводится с папой. Слушайте, ну это правда, иной раз невозможно объяснить, когда у него там кошечки-собачки в голове и щенячий патруль. Объяснить ему, почему мама бросает папу или папа гуляет с другой тётей, ну невозможно. Когда ребёнку 12-13 лет, объяснить вообще-то что-то можно. Но что? Тоже большой вопрос, да? Потому что мы можем объяснить другому человеку только на том уровне, что позволяет его жизненный опыт. Здесь жизненный опыт очень маленький, объяснить сложно. Дальше. Надо ли делать? Вот знаете, когда-то, когда я учился консультировать, нам говорили одну такую вещь. Клиенты не хрустальные. Вот не надо думать, что если я скажу что-то не так или сделаю что-то не так, то вот клиент мой, как психотерапевт, да, вот сразу сломается, у него в голове что-то произойдёт, нас идёт с ума и меня повесят. Нет. Так вот и наши дети, во-первых, они дебилы, а во-вторых, они не хрустальные. Развод – это явление, с которым мы сталкиваемся постоянно в нашей жизни. Это происходит. В огромном количестве семей, огромное количество людей вырастает без отцов, некоторые без матерей, возможно, или ещё что-то. И, ну, на самом деле, от этого человечество не умерло, размножается, 7 миллиардов нас. Вот. Какой-то индекс счастья в целом на планете растёт. Понимаете, ужаса не происходит. Поэтому давайте не будем вот это вот всё сгущать, вот такие краски. Я хочу поделиться своим опытом. Было сказано о том, что дети в 3-4 года ничего не понимают, и очень сложно им объяснить. У меня вышло так, что я не столкнулась с этой проблемой. Так мне повезло, что у меня смышлёный товарищ был рядом, 4-летний, который просто в какой-то момент начал спрашивать, а где папа, почему он не живёт теперь с нами. Я сказала ему правду, что папа любит девушку, её зовут так-то. Вот. Я ничего против этого не имею, потому что мы с папой поняли, что мы друг друга не любим. Мы любим тебя каждый, но друг друга мы не любим больше. Я очень рада, что папа счастлив. И я надеюсь, что когда-то буду счастлива я. И он мне тогда просто ответил, «Мама, пойдём гулять и будем искать тебе жениха». Всё было определенно просто. Ну и, собственно, ребёнок, он максимально старается сделать так, чтобы каждый из родителей был просто счастлив. И он тогда будет счастлив. Ему больше ничего не нужно. Спасибо, очень мудрые слова. Спасибо большое. Я не согласна с тем, что доносчику первый кнут, если доносчику 6 лет. Потому что когда ребёнок взрослый, да, когда ему 15 или 20, он всё равно ребёнок своих родителей. И когда он ведёт такую ситуацию, да, пускай взрослые сами разбираются, но ребёнок в очень маленьком возрасте, особенно если отношения с мамой очень хорошие, доверительные, он маме доверяет абсолютно. И смотрит на неё как какой-то абсолют. То есть как мама сказала, так и есть. И я могу маме всё рассказать. А что такого? Нет никакой там критики сумасшедшей, нет никаких стратегий и тактик того, как будет дальше у родителей. Он просто, вот увидела девочка, что папа идёт с другой женщиной. Откуда она знает, кто она ему и кем она ему приходится? Она просто увидела. Я рассказала маме то, что она видела. А ты знаешь, я вот бегала по улице, а папа с тёти шёл. Я не считаю, что ребёнок тогда должен жить с чувством вины и считать себя доносчиком и считать, что он внёс лепту в то, что семья разрушилась. Когда этому доносчику 25 или 30 лет и он как бы вносит разлад в отношении родителей, тут я могу согласиться. Но когда ему 6, категорически нет. Это не так. Спасибо. Ещё мнение? У меня, видимо, сегодня хобби, что со мной спорят. По поводу там доносчику или доносчику, во-первых, давайте так, ябничать в принципе плохо. И этому вполне можно понимать. Ну вполне любой социализированный ребёнок в 6 лет понимает, что это плохо. Это раз. Два. Вы сказали, ну вот всё, что вы сказали, это хорошо, это всё правильно, я с этим совсем согласен, кроме одного момента. Если ребёнок понимает, что папа, идущий с другой тётей, это плохо, что это не просто рядовое событие. Мамочка, смотри, вон птичка полетела, а вот котик, а вот папа с другой тётей. Ну вот, если это не просто рядовое событие, а это событие, о котором маме обязательно нужно сообщить, то ребёнок понимает, что что-то папа делает не так. Ну, а дальше ябничать плохо. Вот. А надо ли, что человеку, ну, надо ли человеку теперь всю жизнь жить с чувством вины? Нет. Ну, на самом деле нет. Но это из другой оперы, понимаете? Другая история. Ты сейчас мама счастливая. Это самая главная история. Да, согласен, согласен. Это всё покрывает. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Андрей. О чём беседа? Она меня немножко возмутила. Ненормально, что папа идёт с кем-то, да? Или мама идёт с кем-то. Ну, это же... С подружкой детства идёт. Мало ли что, ещё что нужно узнать. Папа должен ходить с мамой. Папа должен ходить с мамой. А мама должна ходить с папой. И другого понимания у ребёнка не должно быть в голове. И если он так отреагировал, что пришёл домой и сказал маме, мама, я видела папу с какой-то девушкой. Ну, вот тема вас поцепила. Мама... Мама должна была отреагировать. А давайте по нашей теме сегодня. Как вы считаете, конкретно вы, стоит ли сохранять брак ради детей или нет? Нет. Почему? Потому что люди, которые не любят друг друга и не могут находиться вместе, они, в принципе, вместе, они там или не вместе, они не полноценная семья. Они не могут передать эту любовь и заботу о своём ребёнке, которую он потом понесёт дальше. То есть ребёнок воспитывается в таких отношениях, которые изначально формируют в этом ребёнке неправильное понимание жизни. Ну да, модель семьи, она будет сформирована не очень корректно. Спасибо большое за ваше мнение. Сейчас как-то мы муссируем такую тему, что если люди в браке несчастливы, надо разводиться. Это как бы правильно, да? Потому что это и для них правильно, и для детей правильно. Потому что они неправильную модель семьи. Ну, неправильную сейчас кавычки в кавычки беру. Неправильную модель семьи перенимают. Знаете, одно время в сети ходила такая картинка, что-то вроде того, что в наше время было принято чинить вещи, а не выбрасывать их и заменять новыми. Так вот, на самом деле, каждый брак, каждая семья на протяжении, любые, чёрт возьми, отношения, не только семья, дружба, рабочие отношения, любые отношения на протяжении десятков лет, которые существуют, они периодически портятся. Иной раз очень, иной раз близко к совсем. Но на самом деле совершенно не обязательно теперь каждые отношения выбрасывать на помойку, если они испортились, да? Но мы сейчас говорим, если вдруг ушла любовь, вы о чём вообще? Какая любовь? Что значит ушла? Давайте вернём, пусть приходит. Давайте покопаемся. Если родители несчастливы, да, так может быть, что брак несчастлив на протяжении нескольких лет, потом происходит нечто, семейная терапия, или ещё что-то, или переезд в другую страну, или да что угодно, масса событий. И у них ба-бах, и снова всё наладилось. Если бы они два года назад развелись, то этого бы не случилось. И тогда бы это были несчастные два человека, несчастные, всё остальное. И тогда много было бы проблем. И вы считаете, а если вот эта вот самая нелюбовь затянулась на долгие годы, не подают ли тогда родители вот эту неправильную модель семьи своему ребёнку? А у нас правильная есть, да? Я так понимаю, что мы можем прийти в такой супермаркет, так, дайте-ка мне правильную модель семьи, а нет, вот эта расцветочка не подойдёт. Мы сейчас, да, немножко стереотипами мыслим. Конечно, с утра до вечера причём мы это делаем, там всю программу. То есть, мама любит папу, папа любит маму. Да. Вот такая модель. Да, отлично. А потом передумал. А потом передумал, передумал, а потом снова передумал. А потом, например, у него роман на стороне, или у мамы, там, курортный, или не курортный, а потом бабаха, они снова любят друг друга, потому что, чёрт побери, жизнь, она вот такая, понимаете? То есть, вы считаете, Константин, что ради детей нужно сохранять брак? Не, 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 не. Я считаю, что ради детей можно сохранить брак. Что нет ничего отвратительного в том, чтобы сохранить брак ради детей. Потому что, вот как мы видели в предыдущем примере, мама, ну вот, выкинув фортель, я не знаю, как там было, ты меня прости, пожалуйста, ты не думаешь, что я такой сильно плохой, хотя это так. Ну вот, смысл в том, что мама что-то сделала, и она обрекла своих маленьких детей на некоторую, ну, на некоторый период страдания, потому что ей было, как минимум, экономически тяжело, да? Давайте не будем и об этом забывать. Если мама разорвала отношения с папой, допустим, ну, отомстив ему или еще что-то, ну, то есть совсем плохо, ничего она не получит хорошего. Ничего. И обречет детей. Это разумно? Там просто была такая ситуация, что она там последние пять лет сохраняла брак ради детей, и это именно стало последним пунктом, то, что, ну, поводом, как вы сказали, для начала Первой мировой войны. Вот. Чтобы это наконец закончить, потому что в тот момент она поняла, что не стоит сохранять брак ради детей только не то, что с любимым человеком, а с человеком, с которым ты не можешь никак контактировать, договариваться, и вы просто друг к другу там... Нет, ни в коем случае. Все, это самое главное. Спасибо. Добрый день. Алексей меня зовут. Знаете, ну, опять же, много мнений, да, то есть надо, не надо. Как показывает практика, сохранить брак ради детей, ну, на какое-то время это получается, даже до момента бывает того, что дети выросли. Но когда дети выросли, родители все равно расстались. Ну, брак, ну, я думаю, надо сохранять, наверное, все-таки не ради детей, а ради себя. И прежде всего, наверное, для того, чтобы его сохранить, родителям вообще стоит, ну, думать, да, изначально вообще, стоит ли его создавать. Брак вообще слово нехорошее, да? Может быть, это пусть будет союз, давайте так назовем его условно. Пусть это будет союз. И когда двое взрослых людей создают союз, они должны, ну, понимать о той ответственности, которую они берут. Что значит, ребенок рост там до двух, до четырех лет, а потом папа передумал или мама передумала. У меня такой пример, был перед глазами. С моими детьми в садик ходил один мальчик. И когда папа ушел из семьи, мальчик замолчал. Вот. И не знаю, сейчас ли разговаривает он или нет, но для него это был стресс. И я знаю, что дети понимают, что происходит в семье. Они чувствуют это интуитивно. И такой момент очень важный. То есть, когда ребенок переживает какие-то вещи, да, родители могут о нем объяснить, не могут, понимают он, не понимают. Я думаю, ребенок не может быть виноват, да, но родители должны, взяв на себя эту ответственность, они должны потрудиться для того, чтобы все это, ну, сохранилось. И любовь, когда между людьми, да, была любовь, а потом не стала любви. Такого тоже, как это может быть? Была любовь, а потом не стала. Ну, сегодня папа, сегодня папа хочет, завтра папа не хочет. Или мама, да, сегодня происходит что-то, а завтра не происходит. Папа сегодня работает, завтра не работает, да, а потом в карты играет или еще что-то там происходит. Но есть момент, есть отношения между двумя людьми, есть первая, да, первая встреча, есть как бы первая любовь между ними, да, какая-то там, ну, да, может быть, видимая, да, это что-то привлекло, и они начали, как бы, создали эти отношения, зародилась семья. Ну, подводя итог вашего мнения. И итог моего мнения такой, что если есть отношения, да, и они, может быть, охладели, да, ну, костер, он не бывает, да, он не горит без дров. И поэтому родителям нужно трудиться для чего? Для того, чтобы этот костер поддерживать всегда. Это отношения, если, ну, это, знаете, как на работу. Если не будешь трудиться, ну, просто-напросто отношения, они охладевают. И тут очень важно, опять же, да, у нас есть большая проблема у мужчин, почему многие семьи, они на самом деле разваливаются. Женщина, она любит чем? Ушами. Мужчины не любят говорить. Но это очень важно. Почему? Потому что женщина хочет слышать. Самое важное чувство для женщины в семье – это безопасность. Если женщина чувствует себя безопасно с этим мужчиной, семья никогда не развалится. Но мужчина, он обязан говорить женщине хорошие, важные, добрые слова. Я надеюсь, что сейчас все мужчины вас услышали. Это очень важно. Почему, да, мы затрагивали этот момент. Раньше, раньше, мужчина, смотря на свою женщину, называл ее душа моя. А жена, смотря на своего мужа, говорила ему, ты светочей моих. Не зоопарк, понимаете? Моя жена как-то, ну, она бывает, называет меня «зая». Я говорю, посмотри на меня. Я больше, наверное, на слона похож, чем на зайца. Сейчас вопрос такой. А кто в студии пережил развод? И кто считает, что на него это оказало влияние? Давайте так массово сделаем. Потому что тоже такой вопрос возник, влияет или нет. Есть ли ситуации, где развод не влияет? И я потом в этом скажу. Вот кто пережил развод? У кого была ситуация развода в жизни? Кто ее переживал? У меня. Кто переживал конфликты между родителями в детстве? Это все понимания. Кто считает, что на него это повлияло в его взрослой жизни? Ну, кроме нескольких, да, идеальных людей, у остальных все было, как у всех нормальных людей. Влияет. Спасибо, друзья, что были такими откровенными. Вы знаете, я хотела бы немножко увести тон разговора, потому что все как-то про большой взрыв. Все разговаривают. Но есть тот момент, когда брак начинает разваливаться немножко раньше и, в общем-то, в каком-то смысле из-за детей. А точнее, из-за женской классической биологической позиции, но немного неправильной для сохранения брака. Вот я так выросла в такой семье, что дети никогда не были помехой и абузой. К родителям постоянно приходили друзья, были пьянки, гулянки, вечеринки. И дети все куплились вот как-то вот с копом. Вместе, ну, на глазах у родителей. И не было ощущения отверженности, выброшенности, знаете, какого-то такого ненужного арбуза, который вот, ой, у нас есть арбуз, поэтому мы никуда не пойдем. И к нам никто не придет. То есть я не росла как арбуз и мои сестры тоже. Вот. Но у меня много друзей и многие из них семейные пары. Я говорю, ну, давайте вместе соберемся, поедем там куда-то. Ой, ты что, у нас ребенок, 4 года, у него режим. Я говорю, да, успокойся, давай. Я всю жизнь с детьми. Там, я, там, там, для тебя. И все вот как-то вот так, вот так, вот так, вот так, и уложим там спать и все. И тогда женщина замыкается на своем ребенке. Начинается ребенок, 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 и настолько растет дистанция между родителями, что им кажется, будто бы прошла любовь и все прошло, и все увяло. Но на самом деле просто они, знаете, как будто бы футляры какие-то образовались. И если этот футляр разрушить, то вполне можно брак и сохранить. И не нужно будет его не сохранять, не рушить ради ребенка, а жить просто втроем, что мы с вами. Вмечательные слова. Спасибо большое. Друзья, ну, бывает же так, когда сохранили брак, пусть даже и в тот момент думали, что ради детей, а потом все, все невзгоды прошли, и все хорошо, все прекрасно. Как семейный психолог я скажу одно, что семья – это есть система. И в этой системе есть элементы этой системы, то есть это члены этой семьи. И каждый человек, он на эту систему влияет, естественно, тем или иным способом. И, конечно же, событие развода или любое другое событие, оно влияет вообще на состояние всей этой системы. То есть это влияет на семью в целом. И в частности. Если мама может вот та объяснить четыре года и задать вопрос и ответить его, он еще уговорит. Это одно. Если ему 13-15, это другое. Да, это способ объяснения происшедшего. Но дети, поверьте, они реагируют значительно раньше. Он уже в год, он еще ничего не знает и не понимает, он начинает грызть маму за локти, он начинает щипать маму. Спросите, почему это происходит. Естественно, не у ребенка. Естественно, уже в системе, в их семейной системе начинаются некие погрешности, которые, естественно, не ведут к исходу соединения или каких-то хороших направлений в этой системе. Поэтому события, в общем-то, происходят у всех одинаковые. Каждый, может сказать, сталкивались с разводом либо в своей семье, либо в семье, из которой вышли, но меняются лишь участники этих событий. И вот та реакция тех участников, она может быть очень долго транслироваться на их новую жизнь и очень долго они могут ее подсознательно транслировать, не понимая, почему это происходит. Друзья, много сегодня было очень интересных мнений, мнений из своей жизни. Настало время подводить итоги нашей программы. Подведем мы их ответом на один простой вопрос. Друзья, эксперты, стоит ли сохранять брак ради детей? Оксана Вячеславовна. Дети счастливы тогда, когда живут и видят счастливых родителей. Они понимают гораздо раньше, нежели начинают уметь говорить, они понимают, в какой среде они живут. Счастлива ли их мама, счастлива ли их папа. И самое главное для ребенка это не сохранение быта как такового, а любовь и теплота от родителей. Я точно знаю, что стоит делать ради детей. нужно идти на прием к семейному психологу. Потому что ради детей стоит попробовать восстановить и оживить ту любовь, которая соединила вас. Или то, нечто другое, что соединило вас. Там все живо. И стоит заглянуть внутрь себя и внутрь своего партнера, и вы увидите, как много там идет, рвется навстречу. Поэтому пробуйте и ради детей я думаю у вас точно получится. Модель семьи и поведения в браке закладывается именно в детстве. Сохранять ли брак ради детей или нет, вопрос, конечно, сложный и единого ответа для всех не существует. Слушайте свое сердце и будьте счастливы. На этом я с вами прощаюсь. Обязательно увидимся. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса Лусио. Редактор субтитров А.Семкин